Молодость Тургенева. Круг современника. Бернгард Икскюль Фиккель. Иван Сергеевич Тургенев в 1839-1882 годах. Воспоминания Бернгарда Икскюль Фиккеля, товарища Тургенева по Берлинскому университету, почти единственное известное нам мемуарное свидетельство современника, относящееся к столь важному периоду в жизни писателя, когда формировались основы его философских и эстетических взглядов, обострялся интерес к этическим проблемам. Воспоминания Неверова, русская старина, 1883 год, номер одиннадцатый, слушателя Берлинского университета в 1838-1839 годах, за очень небольшим исключением, бедны фактами. Годы учения в Берлинском университете, в котором одновременно с Тургеневым слушали курс лекций Грановский, Неверов, Бакунин, Станкевич, отмечены увлечением немецкой философии и главным образом Гегеля. В течение зимнего семестра 1839-1840 годов я посещал утренние лекции «Логики» профессора Вердера в Берлине. Профессор философии Берлинского университета Карл Вердер был близок к кружку Станкевича и Грановского. В литературных и житейских воспоминаниях Тургенев писал, что под руководством профессора Вердера он с особенным рвением изучал философию Гегеля. Тургенев, сочинение, том 14, страница 8. На эти лекции являлось немного слушателей, в числе их находилось двое молодых людей, говоривших по-русски. Я вскоре познакомился с ними. Это были Иван Тургенев и Михаил Бакунин. В 1839 году Тургенев слушал лекции в Берлинском университете с января месяца и пробыл в Берлине до сентября. Они занимались, подобно мне, в этом семестре философии и истории. И оба были восторженные приверженцы гегелевской философии, казавшиеся нам в то время ключом к познанию мира. Подобную горячую любовь к занятиям философии могут понять лишь те люди, коих молодость протекла в начале 20-х и 30-х годов, но и в них она вызывает теперь улыбку и кажется почти невероятную тем самым лицам, которые ее пережили. Таковыми энтузиастами были Тургенев, Бакунин и я сам. С Михаилом Бакуниным Тургенев познакомился 25 июля 1840 года об университетских годах дружбы Тургенева и Бакунина в книге Корнилова «Годы странствий Михаила Бакунина. Ленинград. Москва. 1925 год». Вот почему я и указываю на это обстоятельство, полагая, что подобная восторженная любовь к изучению философии и преувеличение ее значения повлияли на характер и судьбу очень многих, а в том числе и на самого Тургенева. Мы, земляки, скоро познакомились и часто не менее двух раз в неделю сходились по вечерам то у меня, то у обоих друзей, живших на одной квартире, для занятий философией и для беседы. По всей вероятности, Тургенев и Бакунин жили на Миттельштрассе, 60. Этот адрес записан в мемориале. Книга первая, страницы 343 и 354. Хороший русский чай, в то время редкость в Берлине, и хлеб с холодную говядину служили материальной придачей этих вечеров. Вина мы никогда не пили и, несмотря на это, просиживали иной раз до раннего утра, увлекшись разговором, переходившим нередко в спор. Тургенев был самый спокойный из нас. Как живо вспоминал он об этих беседах по прошествии более 40 лет, доказывает его письмо, писанное ко мне в сентябре 1882 года и помещенное здесь. Письмо это характеризует любезность и задушевность его автора. Бужеваль, Франция, 1 сентября 1882 года Увы, любезный барон, куда девалось наше беспечальное студенческое житье в Берлине? Куда кануло все светлое прошлое? Помните ли вы еще тот день, когда мы с Бакуниным зашли к вам, и у вас загорелись у окон занавеси? Я помню до сих пор малейшие подробности. Впрочем, взвесив все обстоятельства и окинув взором прошлое, нам не придется особенно сетовать на то, как протекала наша жизнь. Мы делали, что могли. Факент мемория потентес. Для вас служит, вероятно, отрадую то, что вы очутились вновь на закате дней ваших, под сенью древнего обиталища вашей семьи. У меня тоже есть на юге России клочок родной земли, где я провожу ежегодно несколько месяцев. Но болезнь причинила мне величайшую неприятность, помешав съездить туда в нынешнем году. Один бог знает, увидимся ли мы еще с вами. Но я искренне желаю поблагодарить вас еще раз за вашу память обо мне и засвидетельствовать вам те чувства дружеской привязанности, которые всегда питал к вам ваш бывший товарищ Иван Тургенев. В 1839-40 годах Тургенев ничем особенным не выдавался, но был преисполнен самых идеальных взглядов и надежд относительно будущего преуспеяния и развития своего великого отечества. Во всех наших беседах он никогда не сходил с чисто исторической почвы, и я не слыхал, чтобы он когда-либо высказывал горячие надежды или желания по поводу отмены крепостного права, как многие ныне утверждают. Это утверждение барона Икскюльфикеля ошибочно. Даже сам Бакунин, заходивший в своих желаниях гораздо дальше Тургенева, смотрел на освобождение крестьян, как на дело далекого будущего. В следующее затем десятилетие я не встречался более с Тургеневым, и лишь в начале 50-х годов нам пришлось часто видеться в течение зимних месяцев в Петербурге. По всей вероятности, речь идет о зиме 1853-54 года, после возвращения Тургенева из Спасской ссылки. Тургенев был тогда уже известным писателем, за ним ухаживали, ему удивлялись, но он оставался скромным и непритязательным. В то время он жил всем существом своим великими вопросами социального и политического преобразования России и желал, возможно, скорого упразднения крепостного состояния. Каждого, не соглашавшегося с ним вне отложности этой меры и предлагавшего более медленный и постепенный образ действий в связи с разными мероприятиями и тому подобное, он считал реакционером. Ввиду того, что и я должен был казаться ему таковым, я избегал говорить с ним о политике, но зато вспоминаю с особенным удовольствием некоторые вечера, на которых я с наслаждением слушал из уст его чтение не напечатанных еще произведений его пера. Он читал их только в кругу людей близких, причем ни скромность автора, ни характер его слушателей не допускали восторженных похвал, а вызывали лишь одобрительные рассуждения о прочитанном. Я позволю себе упомянуть при этом об одном шутливом отзыве Тургенева. Он читал у княгини Мещерской «Повесть о двух влюбленных, кончающуюся внезапную смертью героя». Тургенев читал свою повесть «Два приятеля». «Современник», 1854 год, номер первый. Неожиданную, немотивированную гибель героя современная критика относила к существенным недостаткам повести. «Москвитянин», 1854 год, том 1, отдел 5, страница 47. Готовя повесть для собрания сочинений 1869 года, Тургенев внес изменения в обстоятельства гибели героя. Воспоминания дополняют малоизвестную историю отношений Тургенева и княжны Мещерской в трудные для писателя годы опалы. Об этом в статье Измайлова Тургенев и Софья Ивановна Мещерская Тургеневский сборник, 1966 год, страницы с 226 по 248. Идя вместе с ним домой, я спросил Тургенева, почему он так неожиданно прервал свой рассказ, на что Иван Сергеевич отвечал, что он нашел своего героя очень скучным и поэтому покончил так скоро его жизнь. В шестидесятых годах я видался с ним у него на дому почти ежедневно, по целым часам. Я заставал его обыкновенно пишущим, садился напротив него, и мы беседовали до тех пор, пока ему не докладывали, что его завтрак готов. Однажды утром я застал Тургенева не пишущим, а за корректурою. «Ах», — сказал он, — «я рад, что вижу вас. Нет ничего неприятнее, как занятие корректурою». На вопрос мой, что он теперь печатает, он отвечал, что пришлет мне корректурные листы. Я получил их в тот же вечер, и затем они присылались ко мне несколько дней к ряду. Повесть эта, кончающееся самоубийство молодой девушки, произвела на меня тяжелое впечатление, и я выразил Тургеневу сожалению по поводу того, что последнее время он так часто описывает печальные события. Он отвечал мне на это, что с отвращением принялся за прочтенную мною повесть, но продолжал писать ее, потому что она изображает эпизод из его собственной жизни, и что он этим хочет освободиться от воспоминания о нем. Речь идет о повести «Несчастная». Автор воспоминаний мог встретиться с Тургеневым в Карлсруе не ранее осени-зимы 1868-69 года. Вряд ли эти встречи происходили в России, так как Тургенев не держал корректуры повести, по его просьбе корректурные листы читал Кетчер. Возможно, что речь идет о печатных оттисках, которые писатель в январе 1869 года просил ему прислать из Москвы в Карлсруе. Тургенев письма, том 7, страница 258-я и страница 307-я. Тургенев действительно называл свое новое произведение мрачнейшим. В повести отразились воспоминания об истинных событиях, имевших место в 30-е годы. Это просто передача трагической судьбы одной девушки, которая промелькнула мимо меня во время моей молодости. Письмо к Борисову от 16-го, 28-го ноября 1868-го года. Тургенев письма, том 7, страница 240-я. Щепкина из воспоминаний. Из главы «Кружок друзей» Грановского. Воспоминания Александры Владимировны Щепкиной, дата рождения не установлена, умерла после 1915 года, интересны и ценны тем, что автор их, жена Щепкина, сына знаменитого русского актера, родилась и выросла в семье Станкевичей и хорошо знала круг друзей своего старшего брата. Воспоминания о Тургеневе занимают очень скромное место в ее мемуарах, но в них есть тонко подмеченные штрихи психологического облика молодого писателя. Щепкина вряд ли была коротко знакома с Тургеневым, хотя он и бывал в их семье, но, судя по письмам Тургенева, он поддерживал отношения с ее мужем главным образом из-за Михаила Семеновича Щепкина, с которым его связывала настоящая творческая дружба. Сообщаемые ею сведения об отношении Михаила Семеновича Щепкина к драматургии Тургенева прочно вошли в литературу о писателе. О частых встречах с Щепкиным и его сыном зимой 1850 года Тургенев упоминал в письмах к Полине Виардо. Об этом в статье «Грица. Щепкин и Тургенев». Текст печатается по изданию Александра Владимировна Щепкина «Воспоминания. Сергеев Посад. 1915 год». Семья Михаила Семеновича Щепкина была в дружественных отношениях со всем кружком знакомых Грановского и Кетчера. Поселившись в Москве с мужем моим, Николаем Щепкиным, сыном Михаила Семеновича Щепкина, мы также примкнули к этому кружку в конце 1849 года. Кружок московских друзей Грановского составлялся из лиц, с которыми Грановский сошелся еще во время пребывания за границей. В числе их были Фролов, Неверов, Тургенев. Из давнишних близких знакомых Кетчера, как Сатин, Огарев, Герцен, Белинский и Михаил Семенович Щепкин. Бывали у Грановского и многие профессора Московского университета, но они реже встречались в его доме на дружеских собраниях в установленные дни. Ближе других стояли к нему Кудрявцев и его молодая жена, очень любимые в семье Грановских. Круг знакомых в Москве дополнялся еще некоторыми петроградскими литераторами. Приезжая в Москву, они всегда посещали Грановского, также Кетчера и Михаила Семеновича Щепкина. Из числа этих петроградских знакомых бывали тогда часто в Москве Панаев, издатель «Современника», Некрасов, Аненков и семья Тютчевых, с которыми близки были эти петроградские литераторы, часто собираясь у них по вечерам. Тургенев и Аненков проводили зиму в Петрограде, если не уезжали за границу в Германию или в Париж. Но по временам они посещали Москву, и тогда можно было часто встретить их у Грановских или у Михаила Семеновича Щепкина. К Михаилу Семеновичу они приезжали или на обед, или приглашались послушать вечером чтение какой-нибудь вновь появившейся пьесы. У Михаила Семеновича читали иногда свои произведения «Островский» и «Писемский», а иногда читал и Иван Сергеевич Тургенев. Я встречалась со всеми этими лицами, многих из них знала хорошо, и желала бы оставить в этих записках, насколько в силах, точное воспоминание о всех этих более или менее замечательных людях. Не ограничиваясь личными впечатлениями, я могу руководиться и той характеристикой, которую сами они составляли друг о друге, как часто случалось слышать в их разговорах. Я начну свои воспоминания с первой встречи с Белинским, Тургеневым, Кетчером и Михаилом Семеновичем Щепкиным в Москве. О Белинском я уже давно много слышала от моих братьев. Белинский был в ранней юности членом кружка Станкевича, старшего брата нашей семьи, который жил в Москве во времена своего студенчества. Но в первый раз пришлось мне видеть Белинского в 1846 году, когда с братом моим Александром Владимировичем Станкевичем мы направлялись за границу на воды в Эмс. Остановившись ненадолго в Москве, мы поместились тогда в гостинице «Дрезден» на Тверской площади. Нас посетили многие из кружка Грановских, знавшие уже прежде брата моего Александра. Первым посетил нас тогда Иван Сергеевич Тургенев, почти вслед за ним явился Михаил Семенович Щепкин, а затем Кетчер и Белинский. Я много слышала о них, обо всех, но тут увидела их в первый раз, и мне еще и теперь дорого это воспоминание. Многие из кружка Грановских постоянно проводили большую часть года за границей. Таким путешественником был один из любимых в кружке приятелей общий знакомый Василий Петрович Боткин. Это был человек, выдававшийся своим эстетическим развитием и тонким пониманием искусства во всех его областях в литературе, как и в музыке и живописи. Василий Петрович Боткин был верный ценитель всего прекрасного. Он понимал непосредственным чувством то, что Анненков, другой знаток нашей литературы, анализировал и понимал умом, взвешивая, сравнивая, прибегая порою к философским определениям. И Боткин, и Анненков были близкими друзьями Ивана Сергеевича Тургенева. Тургенев признавал в них тонкое эстетическое понимание и обращался к ним часто за советом, отдавая на суд их свои новые произведения. Иван Сергеевич Тургенев был счастливо поставлен судьбою в том отношении, что встретил таких ценителей таланта. Под их влиянием и под влиянием Белинского талант его быстро достиг своего развития. В юности Тургенев провел, как известно, несколько лет за границей, слушал лекции в германских университетах, много читал, его знания редко проглядывали в его разговорах, как будто он берег себя, берег свои лучшие мысли и чувства для своих произведений, берег и свою плавную речь. В близких кружках он не был многоречив. Говорил очень просто, впадая в шутливый тон, он сам смеялся своим шуткам. При первой встрече Тургенев казался сдержан, мягок в движениях, ходил медленно и казался серьезен или задумчив. В Москве он бывал часто, проезжая в деревню из Петрограда. Он был близок с кетчером, который легко со всеми входил в интимные отношения. Еще в Германии Тургенев знаком был с Грановским. Бывал у него в Москве, хотя особой короткости между ними не замечалось. Тургенев узнал Грановского в 1835 году в Петербургском университете. Об этом писатель рассказывает в статье «Два слова о Грановском». Он был старше меня летами и во время моего поступления находился уже на последнем курсе. В ту пору их сближала романтическая настроенность, любовь к поэзии, к прекрасному. В берлинский период они отдалились друг от друга. «Мы не сошлись», — откровенно признается Тургенев. «Говоря правду, я тогда не стоил того, чтобы сойтись с ним, при том он в то время подружился с Николаем Станкевичем». Станкевич имел величайшее влияние на Грановского, и часть его духа перешла на него. «Познакомился я с Грановским окончательно в Москве». Тургенев сочинение, том 6, страницы 372-373. Об отношении Грановского к Тургеневу пишет и Панаев. «О Тургеневе я много слышал от Грановского. Грановский отдавал справедливость его уму, но вообще отзывался о нем не совсем благосклонно. Он до самого конца жизни не питал к нему большой симпатии». Панаев, «Литературные воспоминания». Москва, 1950 год, страница 250. Однако, судя по скупым признаниям самого писателя, мемуарным свидетельствам, например, Житовой, а главное по письмам Тургенева к Грановскому, Тургенев письма, том 1, их взаимоотношения были сдержанно доверительными, исполненными обоюдного уважения. Всегда бывал Тургенев у Михаила Семеновича Щепкина, которого любил и уважал. Бывал он и у нас, то есть у Николая Щепкина. Он появлялся иногда неожиданно, поутру или вечером, или когда слышал от кого-нибудь, что у нас назначалось чтение новой пьесы Островского или Писемского, и читали их сами авторы, по приглашению Михаила Семеновича Щепкина. Случалось, что Тургенев заезжал к нам с общими знакомыми кружка на обед. Так он обедал у нас по поводу приезда в Москву Тютчевых, очень любимых в среде москвичей. Тютчев Николай Николаевич служил в Петрограде, и Тургенев был давно и долго знаком с ним и его семейством. В начале 50-х годов Тургенев производил иногда неприятное впечатление на тех, кто не знал его близко, и проявлял некоторые странности в обществе. Кетчер объяснял это ранней избалованностью Тургенева в доме его матушки и вообще в провинции. Так если Тургенев не расположен был говорить, он способен был провести у кого-нибудь несколько часов молча, что очень затрудняло хозяйку дома. Он смотрел тогда апатично, не поддерживал разговора и отвечал односложными словами. Аненков объяснял это тем, что и в обществе Тургенев обдумывал свои повести и располагал в них сцены. На объяснение Аненкова, по-видимому, можно положиться. Но странности появлялись у Тургенева и при веселом настроении, и тогда уже походили на шалость. Так однажды вечером у нас в доме он долго сидел молча. Низко нагнувшись, свесив голову, он долго разбирал руками свои густые волосы и вдруг, приподняв голову, спросил, — случалось вам летом видеть в катке с водою на солнце каких-то паучков, странных таких? Он долго описывал форму этих паучков и потом замолк. Ответа он не ждал, его и не последовало. Все потом часто вспоминали эту выходку. Я припоминаю все эти мелочи, чтобы выяснить, почему многие находили Тургенева странным. Из главы Михаила Семенович Щепкина в «Семье и на сцене». Когда Иван Сергеевич Тургенев приезжал в Москву, то всегда бывал в доме Михаила Семеновича Щепкина и иногда сам читал ему свою пьесу. И Щепкин любил анализировать все характеры его пьесы в присутствии самого Тургенева и вместе с ним. Тургенев относился к Щепкину с чрезвычайной мягкостью и добродушием, что было вообще свойственно его характеру. Из пьес Тургенева Щепкин любил провинциалку, в которой он играл с тряпчивым. Но особенно нравилась ему пьеса «Нахлебник» и роль самого Нахлебника. Когда пьесу эту задерживали, и она долго не появлялась на сцене, то Михаил Семенович пробовал ставить ее на домашнем спектакле у своих знакомых и разучивал роль Нахлебника с величайшим удовольствием и одушевлением. Роль эта занимала его в продолжении целой зимы, хотя, к сожалению, спектакль не состоялся. Павел Васильевич Аненков Молодость Тургенева 1840-1856 годы Павел Васильевич Аненков 1813-1887 годы Литературный критик и мемуарист, близкий друг Тургенева. Они познакомились в 1843 году, и с тех пор, в течение 40 лет, их отношения не прерывались. Последний раз Аненков виделся с Тургеневым незадолго до кончины писателя в мае 1883 года. До середины 50-х годов отношения Аненкова и Тургенева не были близкими. «Мы были тогда далеко не друзьями», — вспоминал Аненков о первых годах знакомства. «Одно время он даже положительно возымел отвращение ко мне, благодаря моей нескрываемой подозрительности к каждому его слову и движению, и особенно к тем, которым он хотел придать вид искренности и увлечения. Я был груб и неправ перед ним. Он мстил мне насмешками и эпиграммами, что было только неприятно, по радости, которую доставляла общим противникам нашим. Только после многих годов сменяющегося благорасположения и холодности мы поняли, что есть какая-то непреодолимая связь, мешающая нам разойтись хладнокровно в разные стороны». Аненков, страница 548. «И в самом деле, несмотря на разность характеров, между Аненковым и Тургеневым существовало редкое взаимопонимание. Это был удивительный союз ума и вкуса». Аненков был одним из первых читателей и первых критиков Тургенева. Большинство его новых произведений он просматривал в рукописи. Писатель доверял его эстетическому чутью, его литературному вкусу, непогрешимому чувству меры и здравому смыслу. Особенно он ценил способность Аненкова проникать в сокровенный замысел произведения и в этом отношении сравнивал его с критиком Мерком, другом Гёте, одаренным необыкновенно верным критическим взглядом. «У вас есть некоторые черты Мерка, по крайней мере, я не знаю никого, кому бы я больше верил в нынешнее время», — говорил Тургенев. Тургенев, письма, том 2-й страницы, 145-я. Аненков выступал и как профессиональный литературный критик со статьями о произведениях Тургенева, литературный тип слабого человека, о мысли в произведениях изящной словесности, современная история в романе Тургенева «Дым» и другие. Но эти печатные выступления были, пожалуй, даже не так эффективны, как непосредственная рабочая застольная критика. Долгое время Аненков являлся одним из главных связующих звеньев между Тургеневым и Россией, регулярно сообщая писателю о состоянии умов на родине. Корреспонденции, написанных энциклопедически панорамическим пером Аненкова, Тургенев всегда ждал с нетерпением. Наряду с Гоголем и Белинским, Герценом и Грановским, Тургенев, хотя ему и отводится всего несколько страничек, также одно из главных действующих лиц замечательного десятилетия. Но эти страницы, являющиеся по определению самого Аненкова публицистическим отступлением, не содержат прямого мемуарного материала, поэтому они и не вошли в настоящее издание. Их ценность в другом. Они выражают исходную принципиальную позицию Аненкова истолкователя личности Тургенева. Он прежде всего видит в Тургеневе летописца и историка умственных и душевных томлений всего своего времени, открывателя особенного творчества на Руси, творчества в области идеалов. Аненков, страница 337. Изменчивость, неустойчивость тургеневского характера и поведение, черты, воспринимающиеся многими современниками как только отрицательные, например, Панаевой, Аненков объясняет неизбывной художнической жаждой новых впечатлений свойственной писателю. Прочитав в рукописи, посвященной ему странице замечательного десятилетия, Тургенев писал их автору осенью 1879 года. Я очень умилился и несколько удивился. Ведь вот друг, а как глубоко запускает пальцы в душу, и ничего не больно, и фактически все верно. Тургенев письма. Том 12. Книга 2. Страница 135. Почти то же самое Тургенев говорил Стасюлевичу. Это просто чудесно. Меня он вывернул, как перчатку, показав мне самому все мое сокровенное. Тургенев письма. Том 12. Книга 2. Страница 248. Тургеневские страницы замечательного десятилетия, создававшиеся при жизни писателя, являются своеобразным прологом к собственно мемуарным произведениям Анненкова «Молодость Тургенева» и «Шесть лет переписки с Тургеневым». «Молодость Тургенева» представляет собой только часть большого мемуарного замысла о жизни и личности писателя. Приступая к работе, автор был не столько озабочен отбором фактов, ярких броских эпизодов, рисующих облик молодого Тургенева, сколько искал настоящего ключа к его образу мыслей. Стасюлевич, том 3, страница 419. В этом видел он смысл и цель воспоминаний. Биографическая часть воспоминаний, относящаяся главным образом к самому началу 40-х годов, когда Анненков еще не был близко знаком с Тургеневым, представляла для мемуариста известную трудность, поэтому он и обращался к свидетельствам других современников. В письме от 24 ноября 1883 года он просит Стасюлевича, издателя «Вестника Европы» и своего друга, прислать ему ноябрьский номер исторического «Вестника», где есть совершенно необходимая роспись сочинений Тургенева, а также воспоминания Берга и Гаршина, очень любопытные, хотя и не без вранья. Стасюлевич, том 3, страница 421. Молодость Тургенева в своей первой части носит явные следы вынужденной контоминации. Анненков использовал здесь и свои собственные литературно-критические исследования о творчестве Тургенева, такие, например, как статью о мысли в произведениях изящной словесности. Недостаток вполне достоверных биографических материалов, отсутствие непосредственных личных впечатлений о Тургеневе начала 40-х годов повлекли за собой неизбежные фактические неточности, которые оговариваются в реальных комментариях. Так как молодость Тургенева создавалась почти сразу же после смерти писателя, то все небольшое вступление, предваряющее первую главу, было написано как некролог, который в настоящем издании опускается. Молодость Тургенева впервые опубликована в Вестнике Европы. 1884 год, номер 2. Текст печатается по изданию Анненков, литературные воспоминания, Москва, гослит-издат, 1960 год. Глава 1. За два года до его приезда из первого путешествия за границу, 1840 год, с целью образования о нем были уже слухи в Москве и Петербурге. Знали, что он находился при отъезде своем в 1838 году на том самом пароходе, который сгорел у Мекленбургских берегов, что он вместе с другими искал спасения на лодках, перевозивших пассажиров на малогостеприимную землю этой германской окраины. Рассказывали тогда, со слов свидетелей общего бедствия, что он потерял голову от страха, волновался через меру на пароходе, взывал к любимой матери и извещал товарищей несчастья, что он богатый сын вдовы, хотя их было двое у нее и должен быть для нее сохранен. «Слухи всюду доходят», — писала огорченная Варвара Петровна Тургенева сыну вскоре же после этого события, — «и мне уже многие говорили к большому моему неудовольствию. Толстый господин Тургенев так причитал, все говорил умереть таким молодым. Там дамы были, матери семейств, почему же о тебе рассказывают, что ты, толстый господин, не твоя вина, но что ты струсил, когда другие в тогдашнем страхе могли заметить. Это оставило на тебе пятно, ежели не бесчестное, то ридикюльное, согласись». Тургеневский сборник. Петроград. 1915 год. Страница 33. Слухом этим верили, так как он был крайне молод в то время двадцати лет. Даже и позднее Грановский, заставший его в Берлине, рассказывал еще, что он находил его с приставленным к нему крепостным дядькой за очень невинным занятием игрой в карточные солдатики, которых они поочередно опрокидывали друг у друга. Об этом Тургенев. Тургенев, собрание сочинений, том 11, Москва, 1931 год, страницы 602-603, а также во втором томе настоящего издания в воспоминаниях Щербаня. При появлении его в России ожидали встретить доморощенного борчонка, по которому немецкое образование прошло, обделав его наружно и не тронув внутреннего содержания. И нашли полного студента Бурша, замечательно развитого, но с презрением к окружающему миру, с заносчивым словом и романтическим преувеличением кое-каких ощущений и малого своего опыта. Люди Москвы и Петербурга должны были привыкать к нему, и отзывы их поражают на первых порах печальным единодушием. В самом начале 40-х годов Тургеневу сопутствует репутация светского молодого человека. В мемориале Тургенева есть запись 1842 года, подтверждающая впечатление современников «Я, Лев, Ховрина, Блохина, Елагина, Самарины». В это время молодой Тургенев – усердный посетитель модных гостиных и салонов, таких, например, как «Изверный», известный тогда литературный салон Елагиной. Интересные воспоминания, рисующие облик Тургенева 40-х годов, оставил Панаев. Помню, как теперь, что я увидал Тургенева у Ивана Ивановича Панаева, первый раз приехавшим после светских визитов и одетым в синий фраг с золотыми пуговицами, изображающими львиные головы в светлых клетчатых панталонах, в белом жилете и в цветном галстуке. Вообще, в Тургеневе заметна была еще тогда ходульность, а также замечалось желание рисоваться, отсутствие искреннего жара и тем более пыла. Но за всем этим внешним, отзывающимся позой, мемуарист прозорливо увидел и естественную дань эпохи. В то время и Евгений Онегин Пушкина служил образцом для молодых людей, находившихся в условиях подобных тем, в которых находился Тургенев, пишет Панаев. И потому весьма натурально, что он желал походить на героя пушкинской поэмы. Многие старались ломать из себя Онегинах, но они являлись по преимуществу карикатурными, чего никак нельзя было приписать Тургеневу. В нем было столько общего по всем условиям с Онегиным, что его можно было признать за родного брата пушкинского героя. Тургенев не любил этот онегинский период своей жизни, а себе в роли светского льва он вспоминал впоследствии с искренним и нескрываемым раздражением. Образец гуманности Николай Владимирович Станкевич, хорошо знавший Тургенева в Берлине, предостерегал своих приятелей в Москве не судить о нем по первому впечатлению. Он соглашался, что Тургенев неловок, мешковат физически и психически, часто досаден, но он подметил в нем признаки ума и даровитости, которые способны обновлять людей. С Николаем Владимировичем Станкевичем Тургенев познакомился в 1833 году в Московском университете. Затем они вновь встретились в 1838 году, Тургенев писал. «Во время моего пребывания в Берлине я не добился доверенности или расположения Станкевичем». Тургенев сочинение, том 6, страница 391. Они сблизились лишь в 1840 году, в последние месяцы жизни Станкевича в Риме. Дружба с молодым философом оставила глубокий след в жизни Тургенева. По словам писателя, Станкевич, сам того не замечая, увлекал людей вслед за собою в область идеала. Станкевича притягивала щедрая одаренность Тургенева, его доступная всему прекрасному поэтическая натура. Свидетельство Анненкова особенно ценно в том смысле, что оно дает нам право утверждать, Станкевич был первый, проницательно увидевший в юном Тургеневе черты редкой даровитости, способной обновлять людей. Герцен был проще, неумолимее и несправедливее. Он познакомился с ним в Петербурге, 1840 год, перед второй ссылкой своей и через посредство Белинского. Отзыв его может быть выражен в немногих словах. Пускай, мол, Белинский занимается книгами и книжонками и не вмешивается в оценку людей. Тут он ничего не смыслит. Места эти не попали в опубликованную переписку обоих авторов. По отсутствию материалов нельзя восстановить их дословно и теперь. Примечание Анненкова. Время знакомства Герцена с Тургеневым Анненков называет неточным. Тургенев познакомился с Герценом, скорее всего, в конце февраля 1844 года. Летопись жизни и творчества Герцена. Наука. Москва. 1974 год. Первое впечатление Герцена о Тургеневе было действительно неблагоприятным. Он казался Герцену хлестаковым, образованным и умным, внешней натурой. Герцен, том 22, страница 176. Дело в том, что и к Герцену, как ко всем другим, Тургенев явился с непомерным доверием к самому себе, которое позволяло ему высказывать в виде несомненных истин всякие измышления, приходящие в голову. Качество это заслоняло, покамест, все таившееся в глубине его души и составлявшее впоследствии прелесть его бесед с окружающими. Удивительно, что он только малой частью был виноват в упреках, которые ему делали. Богато наделенный природою даром фантазии, воображения, вымысла, он по молодости лет не умел с ними справиться и позволил им сделаться своими врагами вместо того, чтобы держать их в качестве своих слуг. Дар импровизации, фантазии, свойственный Тургеневу, нередко превратно воспринимался современниками, одними как сознательная, порою далеко не бескорыстная наклонность к преувеличению, например, в настоящих воспоминаниях Панаевой, другими как нарушение нравственных приличий. Чечерин, воспоминания Москва 40-х годов, 1929 год, страницы 136-137. Почти в тех же самых грехах обвинял молодого Тургенева его другой современник, феоктистов. Вообще, он, утверждал мемуарист, никогда не довольствовался передачей чего бы то ни было, как оно действительно происходило, а считал необходимым всякий факт возвести в перл создание, изукрасить его ради эффекта порядочную примесью вымысла, и этим приемом не брезгал, даже изображал портрет своей матери. Феоктистов, за кулисами политики и литературы, Москва, 1929 год, страницы 12-13. Едва возникали в течение разговора представления или образ, как можно было видеть Тургенева, предъявляющего на них права хозяина, овладевающего ими, становящегося в центре рассказа и притягивающего все его нигти к самому себе. При первом намеке на какую-либо тему в уме его возникала масса аналогических примеров, которыми он и подменивал главный возникший вопрос. Большая часть его слушателей, а у него их всегда было много, позабывали дело, с которого начиналась речь, и отдавались удовольствию слушать волшебную сказку, любоваться развитием непродуманного, бессознательного творчества, удерживая при этом наиболее смелые, яркие и поразительные черты фантастической работы. Было что-то наивно-детское, ребячески-прелестное в образе человека, так полно отдававшего себя в ежедневное, безусловное, обладание мечты и выдумки. Но, в конце концов, из такого воззрения на Тургенева возникло общее мнение о нем, как о человеке, никогда не имеющем в своем распоряжении искреннего слова и чувства, и делающего занимательным и интересным только с той минуты, когда выходит заведомо из истины и реального мира. Никто, конечно, не смешивал его с Хлестаковым, простейшим типом лжи, только что созданным тогда, который употребляет ложь как средство обмануть себя и других относительно своей ничтожности. Поэтическая ложь Тургенева обнаруживала большие сведения и часто касалась таких вопросов, которые были даже неизвестны многим из ожесточенных его критиков. Цели юного Тургенева были ясны. Они имели в виду произведение литературного эффекта и достижение репутации оригинальности. В этом заключается и ключ к их правильному пониманию. Самым позорным состоянием, в какое может попасть смертный, считал он в то время то состояние, когда человек походит на других. Он спасался от этой страшной участи, навязывая себе невозможные качества и особенности, даже пороки, лишь бы только они способствовали к его отличию от окружающих. Он усвоивал своей физиономии черты, не ввязавшиеся с ее добродушным, почти нежным выражением. Конечно, он никого не обманывал надолго, да и сам позабывал скоро черты, которые себе приписывал. Случалось, что он изумлялся собственным словам и относил их к клевете, когда их повторяли перед ним по прошествии некоторого времени. Так он называл клеветой свое заявление, будто перед великими произведениями искусства, живописи, скульптуры, музыки он чувствует зуд под коленами и ощущает, как икры его ног обращаются в треугольники. Однако же заявление было сделано. Конечно, не стоило бы и упоминать об этой шутке, если бы из массы подобных шуток и преувеличений не слагался в публике образ молодого Тургенева, который держался гораздо доле, чем было нужно, и существовал даже и тогда, когда оригинал уже нисколько не походил на то, что о нем думали. Замечательно, что в произведениях той эпохи, большую частью стихотворных отрывках, Тургенев не обнаруживал ни малейших признаков фальши. Они писались им добросовестно и поражают доселе выражением искреннего чувства и той внутренней правдой мысли и ощущения, которой он научился у Пушкина. Тургенев начал рано свою писательскую карьеру, если не считать драму «Стено», написанную им еще на студенческой скамье. Он кончил курс в Петербургском университете в 1837 году и рецензию на книгу Муравьева «Путешествие по святым местам русским» в старом современнике Плетневом 1838 года, где напечатано было и первое стихотворное его произведение «Старый дуб», то придется указать на отечественные записки, на страницах которых с 1841 по 1846 год помещено множество его стихотворных пьес за подписью «Т.Л», которые представляли инсалы соединенных фамилий его отца и матери Тургенев Лутовинов. Драматическая поэма «Стено», написанная в 1834 году, не публиковалась при жизни Тургенева. Рецензия на книгу Муравьева была напечатана в журнале Министерства народного просвещения 1836 год, номер восьмой. В 1938 году в современнике Плетнева появились стихотворения «Вечер», номер первый, к Венере Медицейской, номер четвертый, с подписью «Пропуск», здесь три тире, «В». За подписью «Т.Л.» в отечественных записках 1841-1843 годов были впервые опубликованы стихотворения «Старый помещик», «Нева», «Человек, каких много», одобренные Белинским. Затем он перешел в новый современник Панаева и Некрасова, в издании которого принимал, как увидим, горячее участие и продолжал в нем печатать свои стихотворения с 1847 года вплоть до 1850 года. Анинков неточен после цикла стихотворений, объединенных под названием «Деревня», который был опубликован в первом номере современника за 1847 год, Тургенев перестал выступать в печати как поэт. Все эти произведения носят несомненные признаки таланта и уже возвещали недюжинного писателя, который только ждал благоприятной минуты, чтобы высказать все свое содержание. Минута не заставила себя ждать. Из всех ранних его созданий замечены были публикой только два вышедшие отдельно «Параша», стихотворная повесть 1843 года, и «Разговор» тоже в стихах 1845 года. Мастерской рассказ далеко незатейливого происшествия в Параши и свободное ироническое отношение к действующим ее лицам имели так много свежести и молодого здорового чувства, что обратили на себя общее внимание. Между прочим, Параша представила случай Белинскому высказать свою проницательность. «Что мне за дело до промахов и излиша с Тургенева?» — говаривал он. «Тургенев написал Парашу. Пустые люди таких вещей не пишут». Белинский не раз с одобрением отзывался о Параши в рецензии, посвященной поэме «Отечественные записки, 1843 год, номер пятый», в обзорной статье «Русская литература в 1843 году» и в письмах к самому Тургеневу. Белинский, том 8, страница 65, том 12, страница 168. Что касается доразговора, то дидактический поучительный тон его подсказан был Тургеневу учением, которому он служил тогда горячим, хотя и не очень последовательным адептом, будто чистое творчество достигло с Пушкиным такого совершенства на Руси и такого повсеместного распространения, что ему предстоит потесниться немного и дать дорогу произведениям мыслящей способности, философско-политического созерцания. Тема встретила, однако же, горячую оппозицию в московской журналистике. Но начавшаяся полемика прекратилась, когда через два года по напечатании разговора явилась первая глава из записок охотника «Хорь и Калиныч» в современнике Панаева 1847 года и показала писателя нашего опять в новом свете, упрочив за ним почетное и славное имя в литературе, которое уже не могло быть забрасываемо грязью при помощи слухов или под предлогом критики. Поэма «Разговор» создавалась в атмосфере горячих философских и литературных споров, которые велись между Белинским и Тургеневым в 1843-1944 годах, главным образом на тему о взаимоотношениях личности и общества. «Разговор» был написан летом 1844 года в Парголове и вышел отдельным изданием в 1845 году. Существует предположение, что под тремя звездочками посвящение скрыто имя Белинского. Тургенев, сочинение том 1, страница 534. Поэма, написанная в традициях высокой гражданской лирики Лермонтова, утверждавшая героическое начало в жизни, сильную свободолюбивую человеческую личность, вызвало споры в литературных кругах. Резко и недоброжелательно выступил славянофильский журнал «Москвитянин», усмотревший в поэме нигилистическое отношение к традициям прошлого, какое-то спокойное отрицание древней жизни предков, легкомысленное противопоставление личности народу. Автор статьи увидел в Тургеневской поэме лишь неудачное подражание Лермонтову. «Москвитянин», 1845 год, номер 2, отдел «Библиография», страницы 52-53. Напротив, Белинский воспринял разговор как произведение, рожденное современностью. «Всякий, кто живет и, следовательно, чувствует себя постигнутым болезнью нашего века, апатией ее чувства и воли при пожирающей деятельности мысли, всякий с глубоким вниманием прочтет прекрасный поэтический разговор господина Тургенева и, прочтя его, глубоко-глубоко задумается». Белинский, том 8, страница 599. Хорь и Калиныч был напечатан в первой книжке «Современника» за 1847 год в отделе «Смесь». Здесь Анненков не совсем точен. Появление записок «Охотника» было встречено недоброжелательно-консервативной критикой. В первой книжке «Москвитянина» за 1848 год в статье «Шевырева» Тургенев был назван копиистом, далеким от поэтического видения жизни. Во всяком случае Тургенев нуждался тогда в литературе, почерпая в ней средства для своего существования. С самого начала 40-х годов он уже находился в ссоре с своей матерью, богатой капризной помещицей Орловской губернии, которая, лишив содержания, предоставила его самому себе. Вплоть до конца его искуса, когда умерла мать Варвара Петровна Тургенева скончалась в ноябре 1850 года, Тургенев представлял из себя какое-то подобие гордого нищего, хотя и сознававшегося в затруднительности своего положения, но никогда не показывавшего приятелям границ, до которых доходили его лишения. Гонимый нуждою и исполняя настоятельные требования матери, он по прибытии в Россию определился на службу в канцелярию министра внутренних дел, где попал под начальство известного этнографа Даля. Тургенев пробыл на службе в Министерстве внутренних дел немногим больше полутора лет, с 8-20 июня 1843 до 9-21 февраля 1845 года. Его непосредственным начальником был Владимир Иванович Даль, который руководил особенной канцелярией. С решением поступить на службу в Министерство внутренних дел, возглавлявшееся прогрессивным государственным деятелем Перовским, связан важный факт творческой биографии Тургенева. В качестве экзаменационной работы им была написана статья «Несколько замечаний о русском хозяйстве и русском крестьянине» 1842 год. Министерство внутренних дел занималось в 40-е годы подготовкой крестьянской реформы, и это, видно, привлекло Тургенева, уже тогда мечтавшего об отмене крепостного права. Тургенев сочинение. Том 1. Страницы 629-630. Он пробыл тут недолго, потому что начальник его принадлежал к числу прямолинейных особ, которые требуют строгой аккуратности в исполнении обязанностей и уважения не только к своим служебным требованиям, но и к своим капризам. Тургенев не взлюбил начальника, собрата по ремеслу писателя, и скоро вышел в отставку, возвращаясь к старой скудости и к старому исканию эффектов и оригинальности. Чего он тогда не приносил в жертву этому Малоху? Он осмеивал тихие и искренние привязанности, к которым иногда сам приходил искать отдыха и успокоения, глумился над простым сердечным верованием, начало и развитие которого, однако же тщательно разыскивал, примеривал к себе множество ролей и покидал их с отвращением, убедясь, что они казались всем не делом, а гениальничаньем, и скоро забывались. К этому же времени относится и его сближение с семьей артистки Виардо. Он был ей представлен в 1845 году и нашел у нее сына директора театров, Степана Гидеонова, который по музыкальному и художественному вообще образованию и по серьезной эрудиции был достойный ему соперник. Может статься, чувство соперничества определило и довольно резкий тон критической статьи, написанной Тургеневым в 1846 году по поводу драмы Гидеонова «Смерть Липунова». Предположение мемуариста о том, что критический тон выступления Тургенева о драме Гидеонова «Смерть Липунова» вызван чувством соперничества, субъективным. В Тургеневской рецензии «Отечественные записки 1846 год. номер восьмой» давалась аргументированная, выдержанная в спокойных тонах критика псевдоромантической ходульной драматургии Гидеонова. Но у него были еще в запасе и даровые, беспричинные, совсем непреднамеренные оскорбления, такие, какие может наносить шутя только всемирный ребенок. Не обязанный помнить свои обязательства и заниматься тем, что говорит. Он часто ходил тогда на охоту, и, раз возвратившись с отъезжего поля, хвалился количеством побитой им птицы, а в подтверждение своих слов приглашал слушателей отобедать у него на другой день. Слушатели поверили и чудной охоте, и приглашению. На другой день они поднялись в четвертый этаж громадного дома на Стремянной улице, где жил Тургенев. Между ними были и грудные больные, с трудом одолевшие его лестницу, и долго стояли перед запертой дверью его квартиры, до тех пор, пока вышедший человек не известил их как об отсутствии хозяина, так и всяких приготовлений к приему гостей. Тургенев долго смеялся потом, когда ему рассказывали о недоумении и ропоте обманутых гостей, но извинений никому не приносил. Все это казалось ему в порядке вещей, и он удерживал за собой право играть с доверием людей, не чувствуя, по-видимому, никакой вины на своей совести за проделки подобного рода. Он даже не очень долюбливал тех осторожных господ, которые защищали себя от увлекательности его речи, не доверяли наивному убеждению, с каким он относился к своим иллюзиям, и трезво берегли до конца свое суждение. Он называл их кожаными чемоданами, набитыми сеном, но, однако, сдерживал перед ними свои увлечения. Особенный зуб имел он против существовавших у нас литературных кружков и выразил даже в печати свое осуждение их нетерпимости друг к другу и узкости их воззрений. Но причины его негодования на кружки, с корифеями которых он был на дружеской ноге, а с одним из таких кружков, так называемым западническим, разделял и тогда и после основы его учения, следует также искать и в личных отношениях. Кружки эти имели свои правила поведения, свои доктрины жизни, более или менее строгие, за исполнением которых тщательно следили. Анненков несколько односторонне истолковывает отношение Тургенева к литературно-философским кружкам 30-40-х годов. Мемуарист основывается главным образом на той иронической характеристике, которая дана этим кружкам в рассказе Тургенева «Гамлет Щегровского уезда» 1849 год. Правда, Анненков не был одинок в своем восприятии Тургеневской оценки. «Однажды я сказал Ивану Сергеевичу Тургеневу, вспоминая в своих мемуарах Чичерин, что напрасно он в «Гамлете» Щегровского уезда так вооружился против московских кружков. Это были легкие, которыми в то время могла дышать сдавленная со всех сторон русская мысль. Тургенев согласился с моим замечанием». Чичерин. Воспоминания. Москва 40-х годов. Страница шестая. Но Тургенев никогда не отрицал прогрессивного исторического смысла литературно-философских кружков тех лет, своеобразных форумов просветительской русской мысли. В одном из самых обаятельных лиц романа «Рудин» по Корском современники узнавали черты прекрасной личности Николая Владимировича Станкевича, руководителя философского кружка «Московской молодежи». Тургенев радовался, прочитав в очерках гоголевского периода Чернышевского «Теплые» строки о кружках 30-х годов. Но вместе с тем он хорошо видел их слабую сторону. Кружковую замкнутость, неестественную изолированность от жизни, полной иронических оскорбительных противоречий. Герцен. Трезвый взгляд Тургенева на кружки 30-х-40-х годов разделяли Герцен с Алтыков. Например, его философская повесть «Противоречия». Хуже всего то, писал Белинский Бакунину 9 декабря 1841 года, что люди кружка делаются чужды для всего, что вне их кружка. Белинский, том 12, страница 77-я. Нападая на кружки, Тургенев защищал еще свое право стоять особняком от господствующих течений в обществе, не подчиняться деспотизму принятых условий существования ни в каком их виде и оградить себя от разного вмешательства посторонние силы в дела своей души, в свободное независимое цветение своей мысли и фантазии. Глава 2 То же самое делал он и по отношению к своей матери. Замечательно, что настоящие и лучшие качества сердца обнаруживались у него с наибольшей силой в деревне или в семье. Всякий раз, как он отрывался от Петербурга, от его искушения и того возбуждающего чувства, которое распространяет большой центр населения, Тургенев успокаивался. Не перед кем было блестеть тогда, не для кого было изобретать сцены и думать о театральной постановке их. Деревня играла в его жизни ту самую роль, которую потом исполняли частые его отлучки за границу. Она с точностью определяла, что он должен думать и делать. Питая врожденное отвращение к насилию, получив от природы ненависть к попранию человеческих прав, которая тогда встречалась чуть ли не ежедневно, Тургенев мстил господству крепостничества в нравах и понятиях, тем, что объявлял себя противником без разбора всех коренных так называемых основ русского быта. Он потешался благоговейными отношениями Москвы к некоторым излюбленным квази-началам русской истории. Но такой дальний, бесполезный протест был уже неуместа в помещичьей деревне. Тут он беспрестанно наталкивался на конкретные случаи произвола и беззакония, которые затрогивали его душу и требовали, если не скорой помощи, часто и невозможной, то участия и понимания страданий. Варвара Петровна Тургенева, мать его, обладала в одной Орловской губернии состоянием, равным по тогдашнему счету силе пяти тысяч душ крепостных работников. Это была женщина, далеко не дюжинная и по-своему образованная. Она говорила большую частью и вела свой дневник по-французским. Воспитание, которое она дала обоим сыновьям, показывает, что она понимала цену образования, но понимала очень своеобразно. Ей казалось, что знакомство с литературами Европы и сближение с передовыми людьми всех стран не может изменить коренных понятий русского дворянина, и при том таких, какие господствовали в ее семействе из рода в род. Она изумилась, увидав разрушение, произведенное университетским образованием, в одном из ее сыновей, который полагал за честь и долг отрицание именно тех коренных начал, какие казались ей непоколебимыми. При врожденном властолюбии вспыльчивость и быстрота решений развелись у нее от противоречий. Она не могла простить своим детям, что они не обменивали полученного ими воспитания на успехи в обществе, на служебные отличия, на житейские выгоды разных видов, в чем тогда и заключались для многих цели образования. Так как наш Тургенев не изменял ни своего образа мысли, ни своего поведения в угоду ей, то между ними воцарился непримиримый, сознательный, постоянный разлад, чему еще способствовали и подробности ее управления имением. Как женщина, развитая, она не унижалась до личных расправ, но подверженная гонениям и оскорблениям в молодости, о злобившем ее характер, она была совсем не прочь от домашних радикальных мер исправления непокорных или нелюбимых ею подвластных. Сама она по изобретательности и дальновидному расчету злобы была гораздо опаснее, чем ненавидимые фавориты ее, исполнявшие ее повеление. Никто не мог равняться с нею в искусстве оскорблять, унижать, сделать несчастным человека, сохраняя приличие, спокойствие и свое достоинство. Она не затруднилась произнести смертный приговор несчастной собачонке своего дворника Герасима, зная, что приговором своим наносит смертельную рану сердцу ее хозяина. И что же? Одно появление Тургенева в деревне водворяло тишину, вселяло уверенность в наступлении спокойной годины существования, облегчало всем жизнь. И это, несмотря на его натянутые отношения к матери, и в силу только нравственного его влияния, которому подчинялась даже и неопузданная, уверенная в себе власть. Но уже недалеко было время, когда он сделается любимцем не только своих «спасовцев», как называл жители деревни, но и любимцем, читающей Россию вообще и русских женщин в особенности. Произошло это вскоре после кончины Варвары Петровны Тургеневой и после известного его ареста в 1852 году, сообщившего большую популярность его имени. Круг его знакомства еще не раздвигался до тех огромных размеров, как впоследствии, и литературная деятельность еще не имела за себя голоса всей Европы. На виду стояли записки охотника, а за ними теплились малыми, мелькающими огоньками повести, где уже сказывались первые проблески воззрения Тургенева на русскую женщину, как на представительницу нравственной силы в обществе. Гораздо позднее заметили, что между этими повестями есть маленькие шедевры, вроде «Дневника лишнего человека». Современникам его трудно было усмотреть также, что он в течение десяти лет занимался обработкой одного и того же типа, благородного, но неумелого человека, начиная с 1846 года, когда написаны были «Три портрета» и «Вплоть до Рудина», появившегося в 1856 году, где самый образ такого человека нашел полное свое воплощение. Мемуарист обращает внимание на редкую целенаправленность творчества Тургенева, его упорное стремление исчерпать тип героя времени до конца. Начав летопись поколения лучших людей из среды дворянской интеллигенции в сороковые годы, еще со времен первых поэм, а не в 1846 году, Тургенев в «Дневнике лишнего человека» очень точно и лаконично, одним словом «лишний» определил положение в современном обществе героя повести сверхштатного человека, пораженного болезнью века рефлексией. Писатель, обычно весьма сдержанно отзывавшийся о своих произведениях, назвал дневник хорошей вещью. В ней, говорил он, схвачен кусок подлинной жизни. Тургенев письма, том седьмой страницы, восемьдесят девятая и триста шестьдесят восьмая. Об исторической и психологической точности Тургенева свидетельствует любопытная запись в «Дневнике молодого Добролюбова». А в самом деле какое ужасающее сходство нашел я в себе с Чулкатуринным. Я был вне себя, читая рассказ. Сердце мое било сильнее, к глазам подступали слезы, и мне так оказалось, что со мной непременно случится рано или поздно подобная история. Добролюбов, том восьмой, страница пятьсот семнадцатая. Также Габель, «Дневник лишнего человека» об авторской оценке героя. Тургеневский сборник, том второй, тысяча девятьсот шестьдесят шестой год, страницы со сто восемнадцатой по сто двадцать шестую. Повесть «Дневник лишнего человека» стала вехой на пути к созданию истинного героя времени, человека иного, неизмеримо большего масштаба в первом Тургеневском романе «Рудин». С Рудиным кончается и молодость Ивана Сергеевича. Ему было уже тридцать восемь лет. Никому и в голову не приходило тогда заниматься разбором теории, весьма важной в биографическом отношении и в силу которой русская жизнь распадалась на два элемента — мужественную, очаровательную, по любви и простоте женщину и очень развитого, но запутанного и слабого по природе своей мужчину. В авторе этой теории всего более интересовало мастерство кисти, приемы творчества, верные картины жизни, а разоблачающий внутренний смысл его творений закрывался для многих яркой мозаикой внешних его похождений между людьми. Тогда было в моде некоторого рода предательство, состоявшее в том, что за глаза выставлялись карикатурные изображения привычек людей и способов их выражаться, что возбуждало смех и доставляло успех рассказу. Тургенев был большой мастер на такого рода представления. Никто не сердился на это злоупотребление, никто не думал о прекращении связи вследствие дошедших слухов о совершенной над ним дефамации. Напротив, все старались платить той уже монетой авторам карикатур, что и объясняет большое количество анекдотов, остающихся от этой эпохи. Надо прибавить, что ко всем своим качествам изобретательности, наблюдательности и вдумчивости в явлении Тургенев присоединял еще в значительной доле едкое остроумие и эпиграмматическую способность. Он давал им ход с той же неразборчивостью и с тем же обилием мотивов, как и всему, что выходило от него. Он составлял весьма забавные эпиграммы на выдающихся людей своего времени, не стесняясь их репутации и серьезностью задач, которые они преследовали и которым сам сочувствовал. Не удерживали его и дружеские отношения. О незаурядном эпиграмматическом даре Тургенева говорится во многих мемуарах о писателе Панаевой, Григоровиче, Фета и других. Полнее других об этом рассказывает Полонский и приводит в воспоминаниях сохранившиеся тексты эпиграммы шаржа писателя во втором томе настоящего издания. У Тургенева был все-таки где-то запрятан уголок с запасом язвительной остроты, замечал также Григорович. У меня записано до двадцати горьких эпиграмм его работы. Письма русских писателей к Суворину Ленинград 1927 год страница 42 Известны его эпиграммы Наботкина Дружинина Кетчера Никитенко Кудрявцева и других. Статья Гитлец эпиграммы Тургенева Тургеневский сборник выпуск 3 1967 год страница с 56 по 72 Все это конечно не способствовало к уменьшению неблагосклонного говора раздававшегося вокруг его имени но слух о меткости его эпиграмматических заметок имевших пошип народных поговорок был так распространен что Боткин вздумал однажды записывать его речи и привел свой план в исполнение Затерянная книжка это где-нибудь должна существовать но она утратила свой интерес после того как сам Тургенев прекратил свою юмористическую деятельность и оставил в сыром виде старые попытки и проявления ее весьма ошибся бы тот кто на основании здесь сказанного пришел бы к заключению что Тургенев обманывал свою публику и пока она приглядывалась к нему отдавал пороки ее и недостатки на общее посмеяние такое коварство не вязалось с добротой сердца отражавшейся на всем что он делал и с его недоверием к себе с весьма невысоким мнением о своих качествах и способностях он нуждался в помощи и благорасположении а не в вызове и посрамлении кого-либо только с течением времени и возрастанием успеха приобретает он более правдивый твердый уверенный взгляд на самого себя вначале он брался за все с намерением ото всего отступиться смотря по обстоятельствам если он силился походить на Манфреда или Дон Жуана то конечно это был застенчивый Манфред или стыдливый Дон Жуан готовый всегда убежать от затеянного им дела его сравнивали с ювеналом в некоторых случаях его жизни особенно за памфлетическую сторону таланта как в дыме например но если присмотреться ближе то легко можно распознать что он не питал никакого отвращения к жертвам своих сатир а биографические сведения показывают что ядовитое жало свое он обращал прежде всего на самого себя довольно упомянуть о той жажде осуждения критики своих произведений которой он страдал всю свою молодость и которая обратилась у него почти в болезнь он радовался всякому разбору своих произведений выслушивал его с покорностью школьника обнаруживая и готовность исправления одного замечания о неуместности сравнения Хори и Калиныча с Гёте и Шиллером допущенного им достаточно было чтобы сравнение осталось только на страницах современника 1847 года где впервые явилась и не перешло в следующее издание вообще говоря нельзя было никогда угадать куда увлечет его голова работающая в различных направлениях но можно было указать зная его прямое сердце место где он остановится было что-то женственное в этом сочетании решимости и осторожности смелости и расчета одновременной готовности на почин и на раскаяние сообщавшее прелесть его меняющемуся существованию никто не замечал меланхолического оттенка в жизни Тургенева а между тем он был несчастным человеком в собственных глазах ему недоставало женской любви и привязанности которых он искал с ранних пор недаром повторял он замечание что общество мужчин без присутствия доброй и умной женщины походит на тяжелый обоз с немазанными колесами который раздирает уши нестерпимым однообразным своим скрипом призыв и поиски идеальной женщины помогли ему создать тот олимп который он населил благороднейшими женскими существами великими в своей простоте и в своих стремлениях пока требовательная критика разбирала после Рудина человека с большими претензиями и ничтожной волей перенося на все поколение сороковых годов презрение которое возбуждал в ней этот тип Тургенев уже сделался идолом прекрасной половины человеческого рода любовь эта сопровождала его до могилы но то была любовь платоническая сам он страдал сознанием что не может победить женской души и управлять ею он мог только измучить ее для для торжества при столкновениях страсти ему недоставало наглости безумства ослепления в одной из чудных повестей своих первая любовь он рассказывает ужас наведенный на него ударом хлыста которым раздраженный любовник отвечал своей возлюбленной побеждая ее волю и своенравие я не придумывал этой повести писал тургенев графине ламберт она дана мне была целиком самой жизнью тургенев письма том четвертой страница двести первая с тех пор ужас от дикого поступка казалось и не проходил у тургенева и одолевал его когда требовалась решимость выбора он не отвечал ни на одну из симпатий которые шли ему навстречу за исключением разве трогательных связей его с Ольгой тургеневой в 1854 году но и она длилась недолго и кончилась как кончаются минутные вспышки капризы и причуды на которые он разменял свирепое одушевление истинной страсти то есть мирным разрывом и поэтическим воспоминанием о прожитом времени с Ольгой Александровной тургеневой своей дальней родственницей женщиной незаурядной и обаятельной прекрасной пианисткой тургенев особенно сблизился в 1854 году в Петергофе вместе с Анненковым Дружининым Некрасовым и Панаевым он часто бывал на вечерах в доме ее отца Александра Тургенева увлечение Тургенева не осталось тайной для его друзей здесь мне рассказывали про него писал Аксаков отцу 21 августа старого стиля 1854 года что он женится на какой-то Тургеневой же Однако уже в самом начале 1855 года Тургенев в письме от 6 18 января выражает неудовольствие распространившейся молвой о его женитьбе нужно прекратить слухи и сплетни повод к которым подало мое поведение Тургенев письма том 2 страницы 254 и 550 но и после разрыва Тургенев с теплым чувством продолжал следить за судьбой Ольги Александровны Тургеневой одним прекрасным чистым существом на свете меньше писал он Анненкову узнав о ее ранней кончине Тургенев письма том 9 страница 282 встреча с Ольгой Тургеневой оставила след в творчестве писателя в повести переписка романе дым Ольга Александровна прототип Татьяны невесты Литвинова об этом в статье Назаровой Тургенев и Ольга Александровна Тургенева в Тургеневском сборнике выпуск 1 1964 год страницы с 293 по 299 воспоминания Иловайской Сомовой о Тургеневе Тургеневский сборник 4 выпуск 1968 год страницы с 251 по 259 немаловажную роль в его жизни играл другой афоризм который он тоже любил повторять только с теми людьми и жить можно которые все видят и понимают и умеют молчать чутки ко всему что происходило в обществе он спускался в отдаленные края его и выводил оттуда людей замеченных им по серьезности своего образа мыслей и по характеру рассчитывая на их скромность и привязанность потому что сочувствие и преданность людей были ему необходимы как воздух для существования после 1850 года гостиная его сделалась сборным местом для людей из всех классов общества тут встречались герои светских салонов привлеченные его репутацией возникающего модного писателя корифеи литературы готовившие себя в вожаков общественного мнения знаменитые артисты и актрисы состоявшие под неотразимым эффектом его красивой фигуры и высокого понимания искусства наконец ученые приходившие послушать умные разговоры светских людей высокопоставленные особы тогда еще не посещали его приемной это явилось уже с началом нового царствования между всеми его гостями нередкость была найти людей без имени никому неизвестных и отличавшихся своей сдержанностью Тургенев дорожил ими столько же по крайней мере сколько и теми которые носили громкие имена в литературе и обществе беседа его с бойкими и развитыми людьми своего общества не стоила ему большого труда с его образованием и находчивым умом с его речью исполненную того что французы называют искрой он легко приводил слушателей в восторг ввиду потребности легкой эрудиции столь необходимой для успеха в обществе у него был недюжинный запас положительного знания и помощь справочных книг так в это время ему служила настольная книга и многотомная универсальная биография в разговоре с отысканными им и выведенными в свет людьми все было наоборот просто он говорил с ними о том что они знали и чем интересовались и внимательно прислушивался к их мнениям которые нигде более не мог встретить он обладал одним замечательным качеством за ним ничего не пропадало он никогда не оставался в долгу ни за какое дело ни за оказанное расположение ни за наслаждение доставленное ему произведением ни за простую потеху почерпнутую в той или другой форме все это он помнил хорошо и так или иначе рано или поздно находил случай отыскать и отблагодарить по-своему человека за интеллектуальную услугу полученную от него когда-то сколько имен просятся под перо в подтверждении факта имен мужского и женского пола конечно он мог и ошибаться в своих приговорах пишущий эти строки случайно натолкнулся на одну из оригинальных сцен в его квартире однажды ему довелось прийти к Тургеневу довольно рано утром в кабинете его сидел критик Аполлон Григорьев мыслитель и всегдашний энтузиаст сказавший про Тургенева слово которое долго оставалось в памяти автора дворянского гнезда вы не нужный более продолжатель традиции Пушкина в нашем обществе едва Григорьев завидел меня в дверях кабинета как вскочил с дивана где сидел и указывая мне на своего соседа молодого морского офицера очень скромной и приличной наружности торжественным язычным голосом воскликнул на колени становитесь на колени вы находитесь в присутствии гения молодой офицер был поэт Случевский никому тогда неизвестный он покраснел и не знал что делать от смущения поднявшийся Тургенев тоже проговорил да батюшка это будущий великий писатель пошли расспросы оказалось что они только что выслушали произведения Случевского и приведены ими были в восторжное состояние которое увы не разделили ни критики ни общественное мнение когда те же самые произведения предоставлены были их суду критический темперамент Аполлона Григорьева ценил и Тургенев меня влечет к нему он напоминает мне покойного Белинского Тургенев письма том 3 страницы 39 и 465 а также вступительная статья Журавлевой в книге Аполлон Григорьев эстетика и критика Москва 1980 год Тургенев одно время покровительствовал начинающему поэту Случевскому с которым познакомился в конце 1859 года его стихи публиковались в столичных журналах в современнике отечественных записках и других не без участия Тургенева однако дебют поэта успеха не имел вскоре и сам Тургенев разочаровался в Случевском который оставив поэзию сформировался в откровенно реакционного общественного деятеля в письме от 27 июля 1879 года писатель прямо заявил Случевскому в ответ на его просьбу дать отзыв о поэме к сожалению произведения ваши не возбуждают во мне симпатии Тургенев письма том 12 книга 2 страница 108 Тургенев изобразил Случевского в сатирической фигуре Ворошилова в дыме Случевский написал воспоминания о Тургеневе составившие в его книжке новые повести Санкт-Петербург 1904 год главу под названием «Одна из встреч с Тургеневым воспоминания» почетные смеем сказать ошибки Тургенева в оценке новых талантов происходили от его горячности служить им и приводили иногда к комическим результатам нельзя не рассказать здесь анекдота слышанного от Боткина известно что ничто так не возбуждало и не оскорбляло Боткина как превознесение человека без достаточных оснований он уже наслышался о необычайном таланте господина Леонтьева которого Тургенев провозгласил рассказчиком вне сравнения и ставил далеко выше себя принижаясь по обыкновению без меры для того чтобы увеличить рост соперника достав одно из произведений господина Леонтьева и прочитав его внимательно Боткин дождался панигериста и с документом в руке усадив его за стол потребовал чтобы он показал где тут сила и гениальность в начале пятидесятых годов Тургенев возлагал большие надежды на Леонтьева бывшего в ту пору студентом медиком Московского университета в литературных опытах Леонтьева писатель увидел задатки самобытного и оригинального таланта хлопотал о публикации его произведений романа Булавинский завод повести немца и других предлагал материальную помощь но и здесь Тургенева постигла разочарование сделавшись впоследствии религиозным мыслителем и реакционным публицистом Леонтьев почти совсем оставил литературу взгляды наши на все разошлись писал он в своих прекратившихся уже в начале шестидесятых годов отношениях с Тургеневым Тургеневский сборник 1966 год страница 259 однако Леонтьев сохранил признательность Тургеневу не мог забыть благородного участия проявленного к нему писателем чувствуя личной благодарности проникнуты небезынтересные воспоминания Леонтьева Тургенев в Москве 1851 1861 годы русский вестник 1888 год номера 2 и 3 и страницы воспоминаний разбор его до того был резок и привязчив что Тургенев не выдержал и убежал в сад где и принялся сочинять на меня эпиграмму прибавлял Боткин эпиграмма вышла действительно забавная пародируя пушкинского анчара Тургенев предоставил роль древа яда самому Боткину умершляющему все живое кругом себя панаев сдуру налетит и корчась в муках погибает и прочее мы уже не говорим о том что кошелек Тургенева был открыт для всех кто прибегал к нему пересчитать людей материально ему обязанных почти и невозможно за их многочисленностью ему случалось вменять себе в заслугу отказ от помощи слишком назойливому человеку но были и такие друзья которые принимали и это заявление за обычное хвостовство его денежное пособие было однако же низшим видом его благотворительности он являлся с услугой когда нужно было поднять дух пациента разбудить его волю внушить доверенность к себе между прочим он подарил первое издание записок охотника в 1852 году Кетчеру которому оно досталось не без труда потому что сопровождалось увольнением цензора допустившего книгу в обращение и вопросом о ее конфискации Тургенев желая помочь своему другу переводчику Шекспира Кетчеру предоставил ему право на первое отдельное издание записок охотника в которое вошел и неопубликованный ранее рассказ два помещика после ареста Тургенева в мае 1852 года сборник уже получивший цензурное разрешение 6-18 марта был вновь затребован в цензуру через три месяца в августе 1852 года была получена резолюция Николая I об отставке цензора Львовом Тургенев сочинение том 4 страницы с 502 по 505 кстати это напоминает нам что и администрация и публика одинаково смотрели тогда на сочинение Тургенева как на проповедь освобождения крестьян графиня Растопчина урожденная Сушкова получив книгу высказалась перед Чаадаевым о ней по-французски потрудитесь перевести фразу по-русски отвечал Чаадаев так как мы говорим о русской книге оказалось что в переводе фразы зажигающая книга получится нестерпимое преувеличение можно думать что арест Тургенева в том же 1852 году явился наказанием столь же за статью о Гоголе сколь и за это издание записок мнение о непосредственном влиянии записок охотника на отмену крепостного права в России бытовало не только среди русских современников Тургенева но и в кругу его иностранных друзей мы знали вельможу очень образованного и гуманного немало способствовавшего и облегчению уз нашей печати который до конца своей жизни думал что успехом своей книги Тургенев обязан французской манере возбуждения одного сословия против другого но весь говор сопровождавший деятельность Тургенева не мешал ему идти своей дорогой составитель этой статьи сам слышал от почтенного историка нашего Ивана Евгеньевича Забелина как Тургенев умолял его дать свое согласие на напечатание какого-либо из его трудов Творчество Забелина одного из крупнейших знатоков русской истории и в частности Москвы 16-17 веков живо интересовало Тургенева «Я в Москве много говорил с Забелином который мне очень понравился сообщал он Анненковым 6-18 июня 1852 года светлый русский ум и живая ясность взгляда он водил меня по кремлевским древностям Тургенев письма том 2 страница 60-я Тургенев собирался издать книгу Забелина домашний быт русских царей в 16 и 17 столетиях в письме от 18 мая 1853 года Забелин отклонил предложение Тургенева так как его работа к тому времени была доведена еще только до половины публикация Назаровой в Тургеневском сборнике выпуск 1 1964 год страницы с 379 по 382 Нельзя же мне говорил тогда Тургенев тяготить весь век мой землю без пользы для других дайте мне возможность сделать что-либо для общества предложение было отклонено по неимению готового труда но способ выразить свое сочувствие исследователю отличался оригинальностью вообще говоря нравственная доблесть его превышала все его недостатки и требовалось много усилий и громадное количество литературных и жизненных неприличий чтобы из такого человека сделать себе врага и недоброжелателя глава третья первую поездку за границу после 1840 года Тургенев совершил спустя семь лет провожая семейство Виардо из России в Берлин в 1847 году и отправляясь оттуда в Штеттин для встречи больного Белинского которого привез с собой на Шпре а затем сопутствовал ему и в Зальцбрун Анненков неточен возвратившись в Россию из Берлина в мае 1841 года Тургенев уже в июле 1842 года вновь уезжает в Германию до конца зимы свои гастроли в России в сезон 45-46 годов Полина Виардо прервала в середине февраля из-за болезни как об этом сообщалось в газете «Северная пчела» от 12 февраля 1846 года Тургенев на этот раз не сопровождал Виардо во второй половине января 1847 года писатель действительно был в Берлине где в составе немецкой оперной труппы с 1 января выступала Полина Виардо Никто из друзей не догадывался о скудости его средств в это время Он умел мастерски скрывать свое положение и никому в голову не могла прийти мысль что по временам он нуждался в куске хлеба Развязность его речей видная роль которую он всегда предоставлял себе в рассказах и какая-то кажущаяся фальшивая расточительность побуждавшая его не отставать от затейливых похождений и удовольствий и уклоняться незаметно от расплаты и ответственности отводили глаза До получения наследства в 1850 году он пробавлялся участием в обычной жизни богатых друзей своих займами в счет будущих благ забиранием денег у редакторов под ненаписанные еще произведения словом вел жизнь богемы знатного происхождения аристократического нищенства какую вела тогда и вся золотая молодежь Петербурга начиная с гвардейских офицеров впрочем он никогда не терял надежды сделаться большим барином и однажды несмотря на свои лишения обещал Белинскому сто душ крестьян как только представится возможность к тому Белинске принял в шутку подарок жена закричал он иди благодарить Ивана Сергеевича он нас помещиками делает о том что Тургенев хотел помочь семье Белинского вспоминает и Панаева при жизни Белинского этой возможности Тургеневу не представилось судя по переписке с Боткиным и Некрасовым в 50-е годы Тургенев обязался выплачивать пенсию дочери Белинского я обещал ей Марии Васильевне Белинской когда-то давать ежегодно Ольге я не отказываюсь но теперь мои обстоятельства такие что я не могу это сделать тотчас писал он Боткину 9-го 21-го июля 1855-го года Тургенев письма том 2 страница 290-я между тем как следует из письма Некрасова от 10 сентября 1857-го года Тургенев видимо выплачивал какое-то время обещанную пенсию дочери Белинского уже 15 лет у ней и у матери ничего нет кроме скудного жалования и твоей пенсии Некрасов том 10 страница 361 а между тем критик серьезно нуждался в устройстве своей судьбы за год до отъезда своего в Зальцбрун именно в 1846 году он разорвал связи с отечественными записками и собирал труды друзей для большого альманаха Левиафан Тургенев был из первых обещавших ему свою лепту а между тем по лукавству часто встречаемому в литературных кружках ему не хотелось конечной гибели органа отечественной записки которую уже им пророчили тогда он свел редактора их с Майковым молодым писателем эстетика которого построенная на этнографических данных могла дать своего рода окраску журналу Валерьян Николаевич Майков имел несчастье утонуть купаясь близ ропши но на первых порах успел сохранить за отечественными записками влияние приобретенное ими при старом критике все остальное хорошо известно и много раз повторялось сборник статей куплен был у Белинского Панаевым и Некрасовым которые с помощью его вздумали основать свой собственный журнал нашли в старом современнике Плетнева готовый материал для издания и приобрели его о замысле альманаха Белинский видимо говорил Тургеневу еще весной 1845 года Тургенев письма том 1 страницы 242 и 556 с организацией литературного альманаха критик связывал большие надежды обретение самостоятельности разрыв с отечественными записками с редактором журнала Краевским жестоко и цинично эксплуатировавшим Белинского чтобы отделаться от этого стервица писал Герцену Белинский мне нужно иметь хоть тысячу рублей серебром к Пасхе я издаю толстый огромный альманах Белинский том 12 страница 254 для затевавшегося альманаха Левиафан друзья критикам собирались дать свои произведения предполагалось что в нем будут опубликованы вторая часть повести Герцена «Кто виноват?» записки доктора Крупова Сорока Воровка статья Грановского и Кавелина обыкновенная история Гончарова новые произведения Достоевского Тургенев обещал в альманах статью о немецкой литературе и поэму «Маскарад» об этом в статье Ванюшина Белинский в работе над организацией альманаха Левиафан в 1846 году ученые записки Саратовского государственного университета том 31 Саратов 1952 год в апреле 1846 года Белинский порывает с отечественными записками но альманах так и не увидел света главным образом из-за денежных затруднений редакционный портфель этого несостоявшегося издания был передан современнику в письме к Пыпину в июле 1874 года Анненков также называл Валерияна Николаевича Майкова протеже Тургенева человек введший в редакцию отечественных записок покойного Майкова был никто другой как И.С. Тургенев горячий друг Белинского и самого Некрасова судя по воспоминаниям Старчевского Тургенев исполняя просьбу Гончарова отрекомендовал Майкова издателю отечественных записок как автора статьи «Общественные науки» подававшего большие надежды ученые записки Тартусского государственного университета выпуск 119-й 1962 год страница 377-я С ноября 1846 года ведущим критиком отечественных записок становится Валерьян Николаевич Майков Менее известно что Тургенев был душой всего планом устроителем его за исключением разумеется личных особенностей введенных в него будущими издателями с которыми делил покамест все перипетии предприятия Некрасов совещался с ним каждодневно журнал наполнился его трудами В одном углу журнала блистал рассказ Хорь и Калиныч как путеводная звезда восходящая на горизонте В критике явился его пространный разбор драмы кукольника и наконец множество его заметок разбросано было в последнем отделе журнала С момента основания журнала Тургенев играл заметную роль почти во всех областях связанных с изданием современника в первых же трех номерах он опубликовал помимо двух рассказов из записок охотника литературно-критические и публицистические статьи рецензию на трагедию кукольника генерал поручил подкуль фильетон современной заметки письма из Берлина замеченные и одобренные Белинским Белинский том 12 страницы 344-345 во время своих частых отлучек из Петербурга Тургенев продолжал внимательно и ревниво следить за деятельностью журнала так он пишет Панаеву и Некрасову в октябре 1853 года из Спасской ссылки что-то Булгарин вас стал похваливать обратите внимание на критику на опечатки на смесь смесь иногда выбирается из каких-то уж очень застарелых журнальных известий а впрочем все-таки приятно взять ваш журнал в руки Тургенев письма том 2 страница 195 в 50-е годы Тургенев выступает не только как постоянный автор но и как организатор литературных сил заботясь о том чтобы современник знакомил русских читателей с лучшими произведениями мировой литературы в одной из них находилась латинская цитата не доверяя лингвистическим познаниям своего друга Некрасов испортил ее нарочно в корректуре чтобы иметь возможность при случае свалить вину на типографию и признался в своей хитрости автору дождавшись первой книжки современника на 1847 год Тургенев выехал за границу удивительный был этот 1846 год по странной случайности к нему относится единовременное появление замечательных памятников русской литературы тогда были кончены и опубликованы обыкновенная история Гончарова бедные люди Достоевского Антон Горемыка Григоровича произведения открывавшие новые дороги талантом и возвещавшие цветения литературы в скором будущем неоправданное однако же событиями и обстоятельствами вскоре затем наступившими я уже с год жил в Париже когда Иван Сергеевич прибыл в Зальцбрун с больным Белинским я поспешил присоединиться к ним и мы встретились в этом только что возникавшем тогда месте лечения грудных страданий как это видно из моей статьи замечательное десятилетие которое и отсылаем читателя за подробностями Вестник Европы 1880 года январь февраль март апрель и май примечание Аненкова Тургинев писал тогда бурмистра и прилежно учился по-испанским о жизни с Белинским в Зальцбруне с 22 мая 3 июня по начало июля 1847 года Тургинев писал в литературных и житейских воспоминаниях Аненков приехал в Зальцбрун 29 мая 10 июня 1847 года и пробыл там вместе с Белинским немногим больше месяца по 3-е 15 июля 1847 года то есть весь курс его лечения Белинский том 12 страницы 368 и 372 Тургинев в 1847 году начал серьезно изучать испанский язык и месяцев через 10 как свидетельствует Берг стал объясняться на нем недурно но гения языка по собственному признанию его не мог одолеть никогда исторический вестник 1883 год ноябрь страница 371 известно что Тургенев совершенствуя свои знания переводил на испанский язык роман Прево Манон Леско известно что он покинул нас с Белинским тайком выехав из Зальцбруна под каким-то благовидным предлогом на короткое время оставив в нем часть белья и платья и уже не возвращаясь более назад когда по осени того же года я спрашивал его в Париже о причинах бесполезной хитрости употребленной им в Зальцбруне он только пошел плечами как бы говоря да и сам не знаю дела его были в плохом состоянии он не мог жить в Париже поселился в пустом замке предоставленном ему Жоржзандом где-то на юге и наезжал по временам в Париж обегал своих знакомых и скрывался опять в середине июля 1847 года Тургенев на короткое время ездил в Лондон возможно для свидания с Полиной Виардо 18 июля он был уже в Париже в письме от 26 сентября 8 октября 1879 года Тургенев благодарит мемуариста за то что в его воспоминаниях замечательное десятилетие не раскрыт один и главнейший мотив его тогдашних поступков внезапных отъездов и тому подобного Тургенев письма том 12 книга 2 страница 135 частые отлучки из Парижа были вызваны поездками в Куртовнель в загородную виллу семьи Виардо приятельские отношения с Жорсанд завязались у Тургенева лишь после 1872 года хотя познакомились они в 45 48 годах перед революцией 1848 года он однако же переехал совсем в Париж занял очень красивую комнату в угловом доме улицы мира итальянского бульвара теперь уже снесенном и переходил в том же доме то выше то ниже смотря по благоприятным или неблагоприятным известиям из России февральские и июньские дни 1848 года застали его еще в Париже и при этом нельзя не сказать о замечательной его способности подмечать характерные общественные явления мелькавшие у него перед глазами и делать из них картины выдающие дух и физиономию данного момента с поразительной верностью таковы небольшие рассказы его из французской революции как наши послали и прочие хотя собственно сам он не принимал никакого участия в социальном движении знаменитого 1848 года и только говорил о нем очерки наши послали человек в серых очках опубликованное в 1874 и 1880 годах создавались под непосредственным впечатлением французской революции 1848 года Анненков подчеркнуто сдержанно говорит об отношении Тургенева к революционным событиям в Париже представляя его как чуткого тонкого но совершенно нейтрального наблюдателя между тем Тургенев часто встречался в Париже с Герценом Бакуниным и другими деятелями революционной эмиграции и его отношение к развернувшимся революционным событиям далеко не было бесстрастным в дневниках Васильчикова 1853 1854 приведена запись рассказа Тургенева о революционных днях в Париже 1848 года из которой ясно что писатель был полон живого интереса к участникам революционных боев в октябре я уехал в Россию оставив Тургенева в Париже и только через два года снова встретил его на родине извещенный о тяжкой болезни своей матери 1850 год он явился принять ее последний вздох и помириться с нею перед смертью но уже не застал ее на свете по какой-то чужой оплошности он не мог даже поспеть и на похороны ее в Донском монастыре прибыв в Москву где она скончалась в самый день совершения обряда всеми подробностями церемонии распоряжался покойный брат его Николай Сергеевич Тургенев шесть лет затем прожил наш поэт безвыездно в России эти последние шесть лет его молодости произошло многое и в нем самом и в обстановке его мы уже говорили в упомянутой выше статье замечательное десятилетие о внезапном аресте постигшем его за статью о Гоголе замечательно что сам он отзывался всю жизнь о событии без малейшего признака злобы без чувства оскорбленной личности почти равнодушно да и были причины на то несмотря на суровое начало арест в дальнейшем своем течении принес ему немало добра обнаружив общие симпатии к его лицу дав возможность создать одну крупную вещь рассказ Муму и главное открыв ему что он и продиктован был без раздражения и ненависти как простая полицейская мера для обуздания и принижения писателей не раз употреблявшиеся и прежде относительно журналистов и цензоров гораздо хуже ареста была последовавшая за ним административная высылка в деревню без права выезда из нее во-первых потому что она могла продолжаться неопределенное количество лет а во-вторых потому что Тургенев лишался возможности имея к тому все нужные средства располагать собою стеснение это раздражало его более всего мы видели подложный паспорт на имя какого-то мещанина приобретенный им где-то из которым он явился однажды в Москву к изумлению и ужасу своих приятелей арест 16 28 апреля 1852 года и затем последовавшая ссылка Тургенева в конце мая были вызваны прежде всего появлением в свет в 1852 году отдельного издания записок охотника статья о смерти Гоголя представила лишь удобный повод для репрессий в 1852 году за напечатание статьи о Гоголе в сущности за записки охотника отправлен на жительство в деревню так объяснял сам Тургенев истинную причину ареста Тургенев письма том второй страницы 395 и 635 интересные подробности об аресте писателя и резонансе который имело это событие содержится в воспоминаниях Феоктистова бывшего в 50-е годы в приятельских отношениях с Тургеневым за вполне нейтральное посредничество в опубликовании статьи запрещенной столичной цензурой напечатано в московских ведомостях номер 32 13 марта 1852 года под названием письмо из Петербурга подпись Т.В Феоктистов и Боткин состояли под надзором полиции до 1856 года около 22 марта старого стиля 1853 года Тургенев тайно приезжал в Москву для свидания с Полиною Виардо 4 июня новости 1853 года Герцен писал Рейхель «Приехала сюда в Лондон мадам Виардо прямо из Питера рассказывала о Тургеневе он приезжал в Москву тайком не желая однако ж рисковать всякий раз дальнейшей своей судьбой он жаловался в Петербург и получил оттуда совет составить письмо с просьбой об освобождении прилагался даже и образчик такого официально просительного письма с признанием своей вины Тургенев последовал этому совету и был возвращен в следующем 1853 году впоследствии при заключении Парижского мира старый князь Орлов бывший начальник третьего отделения вонное время и семейству которого Тургенев имел случай оказать услугу дружески знакомясь с ним и целуя его в лоб примолвил кажется вы не имеете причин сердиться на меня начиная с апреля 1852 года то есть с момента ареста Тургенев подал несколько жалоб на имя высочайших особ в частности он дважды писал и великому князю Александру Николаевичу известно также об официальном письме Тургенева к шефу жандармов и главному начальнику третьего отделения графу Орлову от 17 ноября 1853 года с просьбой о прекращении ссылки но еще 16 ноября Орлов под давлением влиятельных друзей Тургенева и в первую очередь поэта Алексея Константиновича Толстого подписал распоряжение которое давало право писателю возвратиться в Петербург однако по приказанию Николая Первого за Тургеневым сохранялся строжайший надзор Тургенев письма том 2 страницы с 381 по 384 и с 635 по 637 Парижский мир был заключен в 1856 году «Действительно никто не сердился начиная с потерпевшего на события разве можно сердиться на установившиеся нравы и обычаи против которых не слышится и протеста общественной совести» накануне постигшей его катастрофы Тургенев сделал еще одно доброе дело пользуясь дружескими отношениями с редакторами современника он ввел в круг петербургских литераторов сотрудников журнала «Москвитянин» показав пример терпимости и беспристрастия довольно редкий в то время «Моя статья о писемском художник и простой человек в Вестнике Европы 1882 год апрель Анненков имеет в виду Аполлона Григорьева Александра Николаевича Островского писемского постоянных сотрудников «Москвитянина» журнала славянофильской ориентации «Анненков» страницы с 490 по 495 редакция «Современника» непримиримо относившаяся к идейным позициям «Москвитянина» не могла однако не заметить одаренности и талантливости таких художников как Островский и Писемский в 1852 году в третьей книжке «Современника» появилась статья Тургенева «Несколько слов о новой комедии господина Островского «Бедная невеста» в которой писатель имея в виду влияние славянофилов пожелал Островскому выпутаться из тех сетей которые он сам наложил на свой талант Тургенев сочинение том 5 страница 396 дружеская дружеские отношения Тургенева к Писемскому замечательному таланту скрасили сложную во многом драматическую жизнь этого самобытного русского писателя но они отнюдь не были ровными и терпимыми как это представляет Анинков о Тургеневе и Писемском в литературном наследстве том 73 книга 2 страницы со 125 по 138 между тем года шли и приносили те плоды семена которых давно в них были заложены разразилась свирепая война между нами и Турцией и англо-французскими ее союзниками ввиду Европы приготовляющейся коалиции война перешла уже на нашу почву обложила Севастополь и стучалась в Кронштад готовились большие приготовления к отпору предвиделись новые жертвы и новые напряженные усилия отвечать нуждам минуты без особой надежды на успех мы все жили как бы притаившись чувствуя инстинктивно что времена серьезны в высшей степени и не питая радужных надежд на перемену обстоятельств летом 1854 года Тургенев поселился на даче по Петерговской дороге недалеко от Ольги Александровны Тургеневой которая с отцом и теткой жила в самом Петергофе общество этой чрезвычайно умной и доброй девушки сделалось для него необходимостью Однажды и уже по зиме следующего 1855 года зашед к нему на квартиру я узнал к великому моему удовольствию что в задней ее комнате спит приезжий из армии молодой артиллерийский офицер граф Лев Николаевич Толстой Публике было уже известно это имя а литераторы превозносили его в один голос Лев Толстой выслал в современник первый свой рассказ детство и отрочество поразивший всех поэтическим реализмом своим и картиной провинциальной семьи гордо живущей со своими недостатками и ограниченностью как явление вполне самостоятельное и непререкаемое в письме к Боткину от 24 ноября 1855 года Некрасов сообщал о приезде Льва Толстого из Севастополя в Петербург и о том что он отправился прямо с железной дороги к Тургеневу Некрасов том 10 страница 259 а также в настоящем томе воспоминания Афанасия Фета ошибка мемуариста детство было опубликовано в сентябрьском номере современника за 1852 год под названием История моего детства а отрочество в 1852 году современник номер 10 он готовил еще и многое другое будучи соседом Толстого по деревне и движимый своим неугомонным демоном любопытства и участия Тургенев пригласил его к себе но Лев Николаевич Толстой был очень оригинальный ум с которым надо было осторожно обращаться он искал пояснения всех явлений жизни и всех вопросов совести в себе самом не зная и не желая знать ни эстетических ни философских их пояснений не признавая никаких традиций ни исторических ни теоретических и полагая что они выдуманы нарочно людьми для самообольщения или для обольщения других как курьез воззрение это еще могло поддерживаться при громадном образовании и большой начитанности но граф Толстой не гонялся за курьезами то был сектанский ум по преимуществу очень логический когда касалось выводов но покорявшийся только вдохновенному слову сказавшемуся неизвестно как в глубине его души поэтому столь же интересно было следить за его мнением всегда новым и неожиданным сколько и за происхождением этого мнения нередко встречались у него приговоры поражавшие своим ультрарадикальным характером так шекспировского короля Лира он считал нелепостью за неправдоподобие сказки лежащие в основании трагедии а в то же время все симпатии его принадлежали пьяному артисту немцу которого встретил в публичном доме и сделал героем одной из повестей своих аненков имеет ввиду повесть альберт современник 1858 год номер 8 в основу которой по словам льва толстого легла действительно история скрипача георгия кизеветтера толстой том 47 страница 109 в тургеневе он распознал многосторонний ум и наклонность к эффекту последнее особенно раздражало его так как искание жизненной правды и простоты и здравомысленности существования составляло и тогда идеал в его мыслях он находил подтверждение своего мнения о тургеневе даже в физиологических его особенностях и утверждал например что он имеет фразистые ляжки вызывающий тон и холодное презрение которые он выказывал перед тургеневом даже и тогда когда тот успел уже отделаться от многих увлечений своей молодости заставляли ожидать разрыва и катастрофы которые и явились уже в 60-х годах находясь в гостях в селе Спасском Толстой сделал презрительное и едкое замечание об опытах воспитания которым тургенев подвергает свою дочь увезенную им за границу и окончательно вывел из себя терпеливого хозяина отвечавшего ему грубостью последствием было назначение дуэли не состоявшейся за отказом Толстого за несколько лет до кончины тургенева Толстой вероятно очнувшийся от своих предубеждений против старого друга ввиду общего уважения которое тот приобрел обратился к нему с трогательной просьбой забыть прошлое и восстановить их прежние дружеские отношения на что Тургенев пораженный этим актом мужественного великодушия отвечал не только полной готовностью на сделку но приехал сам к нему в деревню протянуть руку примирения которое им обоим делало великую честь подробнее о ссоре Тургенева и Льва Толстого в мемуарах шесть лет переписки с Иваном Сергеевичем Тургеневым в воспоминаниях Афанасия Фета И пора было не говоря уже о том что странным казалось видеть корифеев русской литературы так связанных всем своим прошлым во вражде друг с другом Но Тургенев оставался еще жарким поклонником Толстого во все время ссоры Он признавал в нем кроме качеств примерного товарища и честнейшей души еще человека инициативы почина способного выдержать до конца любое предприятие которому посвятил себя лишь бы только не пропадала у него вера в достоинство начатого дела О литературных трудах Толстого и толковать нечего Тургенев был одним из его панигиристов Он говорил во всеуслышании что из всех русских романистов не исключая и его самого первое место должно принадлежать графу Толстому за его способность проникать в сущность характеров исторических событий целых эпох какой не обладает ни один из существующих ныне писателей приближалось однако время общественных в прямом смысле слова романов и для Тургенева превративших его в политического деятеля оно началось с появления повести Рудин в 1856 году это еще не был тот полный шедевр каким оказались впоследствии дворянское гнездо отцы и дети новь но роман уже заключал в себе данные которые так блестяще развелись с годами впечатление произведенное им мало уступало тому какое сопровождало появление Хоря и Калиныча роман может считаться крупным торжеством автора хотя журналистика отнеслась к нему очень сдержанно впервые является тут почти исключительное лицо давно занимавшее как самого автора так и русское общество своим смело отрицательным пропагандирующим характером и является как несостоятельная личность в делах общежития в столкновении рефлектирующей своей природы с реальным домашним событием роман был погребальным венком на гробе всех старых рассказов Стургенева о тех абстрактных русских натурах устраняющихся и пассирующих перед явлениями ими же и вызванными на свет с тех пор они уже более не производились им и понятно почему последний прощальный венок сплетался из качеств человека заведомо могущественного по уму и способностям после этого нечего было прибавлять более некоторые органы журналистики оскорбленные унижением героя объясняли это унижение негодованием автора на человека который брал деньги взаймы и не отдавал их но это было объяснение неверное о полемике разгоревшейся вокруг романа Рудин в воспоминаниях Чернышевского Анненко в данном случае упрощает проблему публика поняла повесть иначе и правильнее она увидела в ней разоблачение одного из свойств у передовых людей той эпохи которая не могла же в долгом своем течении не надорвать их силы и не сделать их тем чем они явились когда выступили по своему произволу на арену действия выразителем этого мнения сделался известный Сенковский он написал восторжное письмо к господину Старчевскому о Рудине которое тот и поспешил сообщить Тургеневу в письме Сенковский замечал что автор обнаружил признаки руководящего пера указывающего новые дороги о чем он Сенковский имеет право судить потому что сам был таким руководящим пером и без проклятого выражения письма цензора пейкера испортившего его карьеру может статься и выдержал бы свое призвание в Рудине Сенковский находил множество вещей не выговоренных романом но видимых глазу читателя под прозрачными волнами в которых он движется политическое и общественное значение повести открывается во всех ее частях и при том с такой ясностью и вместе с таким приличием что не допускает ни упрекову тайки ни обвинения в злостных нападках Сенковский сулил большую будущность автору повести и был в этом случае не фальшивым пророком как часто с ним случалось прежде между тем молодость Тургенева уже прошла ему предстояло еще около тридцати лет обширной деятельности но тем же ветхим человеком каким его знали в эпоху появления Параши он оставаться не мог еще прежде Рудина он почувствовал сам роль которая выпала ему на долю в Отечестве служит зеркалом в котором отражаются здоровые и болезненные черты Родины но для этого необходимо было держать зеркало в надлежащей чистоте всякое человеческое начинание имеет свой пункт отправления который и указать можно только одно действие времени не имеет такого пункта оно мгновенно обнаруживает во всей полноте и цельности явление которое готовилось в его недрах долго и невидимо для людского глаза нечто подобное такому действию времени случилось и с Тургеневым только с эпохи появления Рудина обнаружилось что он уже давно работает над собою порывы фантазии жажда говора вокруг его имени безграничная свобода языка и поступка все происходило в нем или складывалось на наших глазах в равновесии ни одному из опасных элементов своей психической природы он уже не позволял как бывало прежде вырваться стремительно наружу и потопить на время в мутной волне своей лучшие качества его ума и сердца может быть это было произведение годов пережитых Тургеневым может быть приобретенный опыт и воля действовали при этом механически безотчетно в силу одного своего тяготения к добру и истине как бы то ни было преобразование Тургенева свершилось без труда и само собой ему не предстояло никакой работы для выбора новых материалов морали и постройки из них своего созерцания никаких аскетических элементов для замены старых верований ничего что могло бы коверкать его природу и насиловать его способности оно произошло просто и натурально благодаря одному наблюдению за собой и упразднению того потворства дурным инстинктом которое вошло у него в привычку лучшие материалы для реформы лежали с детства в нем самом лучшие верования жили с ним от рождения стоило только их высвободить от помех и уз наложенных невниманием к самому себе но зато с тех пор как воссияла для Тургенева звезда самообразования и самовоспитания он шел за ней неуклонно в течение тридцати лет поверяя себя каждодневно и достиг того что на могиле его сошлось целое поколение со словами умиления и благодарности как к писателю и человеку не вправе ли были мы сказать что редкие из людей выказали более выдержки в характере чем он Дрезден декабрь 1883 год декабрь и декабрь и декабрь Продолжение следует...